Мы летим в Америку на выставку High Point. Только представьте, площадь выставки более 1 миллиона квадратных метров. Недалеко от шоурума Baker мы совершенно случайно наткнулись на удивительный антикварный рынок. Мне понравилась история сотрудничества Baker с Эрмитажем. Только представьте, что на таком кресле когда-то сидели люди царской эпохи. Мой канал будет просто о бизнесе, о моих знакомых, об архитекторах и дизайнерах, о каких-то сложностях, победах, удачах, неудачах. Всем привет! Меня зовут Алена Печенина. Я руководитель компании Reloft. Мы занимаемся американской мебелью и светом. И основной наш бренд – потрясающий, великолепный Restoration Hardware. В силу нашей профессиональной деятельности мы достаточно часто летаем на различные выставки, которые вы знаете – это Милан, Париж и прочее. В этот раз мы летим в Америку на выставку High Point. Выставке более 100 лет. Она, я думаю, что самая старинная из всех, которую мы знаем. Только представьте, площадь выставки более 1 миллиона квадратных метров. И салоне примерно в 5-7 раз меньше. На выставке представлены как американские, так и европейские бренды. Они располагаются в примерно 180 отдельно стоящих зданий, между которыми ты перемещаешься не пешком, а на специальных рейсовых автобусах. То есть настолько она огромная. Особенность выставки именно в этом и состоит. В том, что в каждом отдельном здании находится крупный бренд, куда ты можешь приехать, посмотреть в течение года экспозицию. Некоторые бренды не могут себе позволить в течение года содержать такие большие шоурумы. Поэтому они принимают участие в специальных общих зданиях, где располагаются много экспонентов на одной площади. Кстати, раньше таким брендом был Ихольц. Стенды Ихольц — это всегда самые-самые актуальные тренды текущего сезона. Здесь мы видим и 50-е, и 60-е, большое количество зеркальных поверхностей, бежевые, нейтральные, черно-белые цвета, еще очень много металла самых разных фактур. Тео говорил мне, что сейчас очень модно как в одежде, так и в интерьерах сочетать разные цвета металлов. Главное, чтобы температура выбранных цветов была одинаковая. В этом году мы видим очень много круглой мебели. Понятно, что столики и различные предметы декора, но в тренде круглые диваны, модульные, секционные. У Ихольца тоже появляется очень красивая модель. Отдельно хочется сказать о мраморе. Его много у всех, но для Тео Ихольца это самый любимый материал, как он мне признался. Ихольц закупает мрамор в Италии и экспортирует в Китай на свое производство. Когда мы разговаривали с Тео, что он сам и его сотрудники часто посещают антикварные рынки по всему миру. То есть вообще тренды. Тео смотрит именно там. И пока мы были на выставке, недалеко от шоурума Бейкер, мы совершенно случайно наткнулись на удивительный антикварный рынок. Это семейный бизнес. И, честно говоря, мы в тот день вообще больше не успели ничего, потому что мы провели несколько часов там. Я думаю, среди вас найдется много фанатов антиквариата, и вы понимаете, о чем я говорю. Отдельно я хотела бы упомянуть книги. Я недавно узнала термин «кофебук». Это интерьерные книги, которые активно участвуют в сценарии дизайна пространства. Их обложки, содержание, форма являются продолжением задумки декоратора. Так вот, мне кажется, что в Россию этот тренд привнес именно Тео и Хольц. Несмотря на то, что это очень такая американская тема, Россия его показал голландский бренд. На нашем сайте можно выбрать интерьерные книги, которые мы привозим из Америки. Ссылочку я прикреплю внизу. Можете выбрать, если что-то вам понравится. Мы сделали большое и очень интересное интервью с Тео и Хольцем. Я расспросила его вообще, как все это начиналось, что для него важно в бизнесе, есть ли у него штрафы в компании, чем он вдохновляется, как он отдыхает. Интервью получилось на самом деле отличным. Мы обязательно выложим его попозже отдельным выпуском, потому что там действительно есть, что посмотреть и послушать, и поучиться. Другой такой бренд – Visual Comfort. В этом году шоурум бренда вырос в два раза, потому что теперь это группа компаний. Давайте я вам покажу каталог, вам сразу будет понятно. Тысяча страниц одного только света. Это бренд, который занимается только освещением. В прошлом году компании Visual Comfort исполнилось 30 лет. Как вы знаете, с 1996 года главный идейный вдохновитель и дизайнер компании – это Сэнди Чапман. Вообще компания строит свой бизнес на коллаборациях с известными брендами. И я бы хотела отметить несколько таких сотрудничеств. Например, это известный Ральф Лорен. Раньше это была просто коллекция у фабрики. Сейчас это целый отдельный огромный каталог. Вторая не менее интересная коллаборация. Знаете ли вы такую телеведущую – Эллен Де Дженерис? Бренд создал в прошлом году с ней коллекцию. В этом году они ее расширили, что значит, что коллекция имела успех. Безусловно, у бренда есть коллаборации с Барбарой Берри, с Келли Уэсслер, которая сейчас одна из самых востребованных дизайнеров в Америке по таким вот подобным коллаборациям с фабриками. У бренда есть интересная коллекция, называется Эйрен. Это внучка Эстлаудер. С ней у них тоже есть партнерство. Ну и, конечно, Томаса Брайан. Вообще все новые коллекции, представленные на выставках, – это прототипы. Фабрики после выставки собирают заказы, анализируют, смотрят количество заказов на тот или иной артикул и только после этого определяют, что будет запущено в производство, а что нет. То есть ты видишь самые трендовые вещи, самые интересные технологии, и при этом ты видишь как бы будущее. Но при этом часть продукции может быть не запущена в производство. Джон Ричард для нас – это в первую очередь декораторский бренд. Это панно, картины, предметы интерьера. Когда-то в 1980 году это была фабрика, которая создавала художественные панно и картины, а сейчас это уже большое производство с мебелью, с превосходным текстилем, со светильниками. Джон Ричард – это отличный декораторский бренд, который мы рекомендуем для подбора каких-то акцентных завершающих предметов, будь то панно, художественное искусство, картины для стен. И также у Джона Ричарда я вам рекомендую посмотреть тумбы и креденции. Во-первых, огромный выбор, что первого, что второго. Во-вторых, очень много различных отделок. Они используют ремесленные традиции, ручной труд, но при этом очень высокотехнологичное производство. Еще один известный американский бренд – Arteriors, он широко представлен в России. Сам бренд родом из Египта. Когда-то основатели этого бренда импортировали из Египта мебель, свет, декор в США. После этого дело возглавил их сын. Сейчас он известный предприниматель в Америке. И фабрика, бренд разрос до неимоверных размеров. Мы сами часто используем товары бренда в своих проектах. Можете видеть, тут куча закладок. Он действительно очень ходовой, он тоже акцентный. И он интересен тем, что вы, в принципе, видите налет определенной этники, какие-то африканские мотивы. Однажды Arteriors принимали участие в Мезон-Абже в Париже. И я слышала, что в следующем году они планируют принять участие в нашей выставке в Крокусе. Известность этому бренду принесли, конечно, светильники. Но для нас этот бренд и про отдельные предметы, и про акценты, и про мебель. Ну и как не сказать о самом главном американском бренде, который мы с вами знаем, Baker. На стенде Baker мы встретились с Викторией, с представителем компании в России. Виктория нам сделала невероятную экскурсию. Это даже какой-то исторический экскурс, мне кажется, был. История бренда Baker восходит к концу 19 века. В 1890-х годах иммигрант из Нидерландов Сиб Бейкер переплыл в Атлантику, чтобы открыть мастерскую по производству окон. Окон, дверей и каких-то таких столярных предметов. Немного позже он начал производить и мебель. Но, что интересно, спустя столько лет до сих пор на фабриках Baker в основном используют ручную работу. Они работают только с ценными породами дерева. Во-вторых, у них очень много резьбы. Это лучшие обивщики, это лучшие ткани Европы и Америки. Мне понравилась история сотрудничества Baker с Эрмитажем. Вы знали, может быть, вы слышали, что они достаточно часто работают с представителями музея, которые для них находят исторические чертежи, либо дают из каких-то запасников предметы мебели, по которым Бейкер изготавливает новые предметы для своих новых коллекций. Например, кресло со львами. Или посмотрите на вот это кресло потрясающей красоты с лебедями. Какая тут обивка, какая красивая резьба. И вы представляете, что это кресло из Эрмитажа. Вы только представьте, что на таком кресле когда-то сидели люди царской эпохи. Еще один бренд Hudson Valley. Основатель бренда. Обожает антиквариат и обожает винтажные светильники. Он продолжает в своих коллекциях использовать максимально эту тему. Плюс, конечно, новые технологии. Но что самое интересное, что понравилось мне? В прошлом году они начали сотрудничать с Мартином Лоуренсом. Он входит в сотку лучших дизайнеров по версии АД. И у него есть потрясающее шоу. В этом шоу он декорировал поместье сестрам Кардашьян. Он сделал третью квартиру Шер. На наш взгляд, коллаборация с Мартином Лоуренсом получилась просто отличная. Бренд Hudson Valley активно выходит на российский рынок. Они специально открыли в Европе большой склад для ускорения сроков поставки. Поэтому этот бренд я вам тоже рекомендую посмотреть обязательно. Они молодые, но они очень активно развиваются. И я думаю, что мы скоро будем видеть их во многих проектах. Ну и ассортимент брендов впечатляет. Американский маркет остается верен своим традициям. Это великолепный стиль. Это взаимодействие с интерьерами. Это всегда интересно. Это качественно. И еще американцы потрясающие, конечно, упаковщики. Они так здорово подают тебе пространство, что время на выставке пролетает совершенно незаметно. И ты возвращаешься точно с профессиональным багажом, качественной, наполненной информацией. Ты все сделал правильно. Мы представляем в России американский бренд Restoration Hardware. Мы занимаемся американскими фабриками. Но помимо этого, мой канал будет просто о бизнесе, о моих знакомых, об архитекторах и дизайнерах, о каких-то сложностях, победах, удачах, неудачах. Мы собираемся делать коллаборацию с фабрикой GJEL. Маленький спойлер. И подписывайтесь на наш канал. Там где-то есть колокольчик, кнопка подписаться. И, в общем, мне будет очень приятно. Я буду рада видеть вас. Пока!